Всем привет! Сегодня у нас будет очередное видео про нашу ситуацию с коронавирусом, с новостями за прошедшую неделю на эту тему. И я поведаю то, что здесь происходит в Турции, как мы переживаем карантин, что здесь нового. В Турции просто вам сейчас дам эту информацию, в таком переведенном, скажем так, варианте, потому что, как я вижу в интернете, по ютубу, информация о том, как здесь протекает карантин, такие новости по коронавирусу в Турции очень мало, фактически о Турции вообще не говорят. Но, к сожалению, в данный момент по числу зараженных людей Турция находится, ну вот на данный момент, когда я снимаю на девятом месте в всемирной вот этом рейтинге в таблице, слава богу, что меня лично радует, у нас, мне кажется, мой личный взгляд, и об этом мне говорят в телевизоре, потому что, мне кажется, ну так мне эту тему не особо обсуждают, потому что боятся каких-то изменений, но нарисовывается ситуация оплату. Наш карантин начал действовать, потому что каждый день практически одинаковое число погибших людей от болезни. Число заразившихся увеличивается, потому что делаются тесты. Также очень важно, у меня задавали вопросы ранее об этом, и почему в Турции вот буквально 2-3 недели первых не было информации по регионам, по городам, по численности, где сколько заболевших, умерших, потому что о России такие данные есть, о Китае есть. Очень просто, потому что изначально турецкие власти очень сильно боялись опыта Италии, здесь все равняется в первое, в топе это Италия, потом Алия. И я думаю, вы знаете, как очень сильно разрослась степень заражения людей, потому что когда давали информацию по регионам в Италии, и все ломанули быстрее убегать, но люди были уже заражены, и перезаражали тех, где еще инфекции вируса, извините, не инфекции, вируса еще не было. Поэтому все боялись. Информацию по городам нам дали за прошедшую неделю, потому что предварительно, когда я публиковала предыдущие видео, я вам сказала о том, что у нас закрывают городское сообщение, у нас нет транспортного, автобусного сообщения между городами, самолеты летают какие-то, несколько там в список есть определенных городов, на своей машине частной вы можете проехать, но если вы один человек в машине, если вас двое и более, обязательно везде с собой надо носить документы, и полицейские останавливают, где больше одного пассажира в машине между городами сообщение, потому что мой муж уже ездил в командировку в соседний город, он проверял фабрику, как она работает, заказывает, он все время продолжает все равно работать, и вот его не остановили, потому что он был один в машине, но он видел, что остальных людей останавливают, и спрашивают, у нас тоже знакомые так попадали уже, что являетесь вы родственниками, кто в машине, потому что опасаются, скажем так, контрабанды, чтобы люди не зарабатывали на этом, не были таксистами, которые за деньги будут между городами провозить людей, потому что автобусы не работают, вот это автотранспортное сообщение нет. Поэтому, когда вот это прекратили, точнее, ну, сузили, скажем так, меньше сократили движение людей, миграцию внутри страны, передвижение, тогда и дали по регионам. Почему? Неудивительно, все бы рванули из Стамбула. Мы, к сожалению, в самом пекле этого ажиотажа, что здесь происходит, потому что 70% зараженных в Стамбуле, к сожалению. Но, с другой стороны, это неудивительно, потому что наш транспортный поток, это развязка Стамбул-транспортная Европы, Азии, и в Америку вот этот весь путь, пересадок много через наш Стамбул-аэропорт было. Неудивительно, что здесь много заразы, инфекции, потому что люди здесь были из Китая, это попозже я сейчас расскажу. То есть, короче говоря, привозить тем, кто был заражен, здесь очень много туристов у нас. И плюс население города, плотность очень большая, самый город не суперогромный для такой плотности населения, поэтому неудивительно, что здесь самый очаг. На втором месте по рейдингу был Измир, потом где-то там чуть пониже Адона вроде, ну, Адоней очень и очень много, Анталия, в общем, там уже по минималке самочаг 70%. Мне радует то, что нарисовывается плата, количество погибших стабильное каждый день, не суперогромные скачки или не суперрастет вверх. Это, конечно, печально, что они вообще есть, но мы надеемся, что... Да, короче говоря, это дает надежду, что действительно к 30 апреля, мы все надеемся, это закончится, потому что у людей заканчиваются деньги, гнется экономика, и, собственно, выходить на работу нужно. Люди хотят работать, но пока что еще, конечно, сидя. Помните, я говорила, тем, кто 65 плюс должны дома сидеть? Ну и теперь к тем, кто 2-20 лет, всем надо находиться дома. С детьми в магазины ходить нельзя. Сначала был такой закон пару дней, правила такие. И потом вообще сделали так, что дети только дома сидят, вообще не выходят. Если у вас есть свой личный двор, у нас есть, слава богу, там еще гулять можно, но далее гулять во дворе можно ребенку, только не контактируя с другими людьми. А лучше всего вообще сидеть дома, не вылазить. А отвратительная у нас погода, такого холодного апреля я вообще не помню. Типичная вообще зима турецкая, льют дожди уже 3 недели, сколько мы сидим на карантине. Как говорит мой муж, нас бережет Аллах, чтобы люди не выходили, не заражали, и мы пересидели это. По крайней мере, благодаря вот этой таблице статистики, мы хотя бы видим, что мы не зря дома сидим. В разных частях страны немножко разный карантин, как и у вас где-то, как вы живете, да, потому что у нас разный уровень зараженных людей. В Стамбуле карантин самый жесткий, здесь реально штрафуют, следят, вдоль набережной там выкорчевали лавочки, чтобы люди не собирались, потому что люди твердолобы, особенно когда была хорошая какая-то погода первые дни, все все равно перли, к морю посидеть. Ну, короче говоря, мир жесткий, реально штрафуют. Где-то на курортной зоне, там где-то попроще, более мягкий карантин. В провинции вообще все с этим просто, но многие люди, которые уезжали у нас на дачу отдыхать, думали там пересидим, все рванули на дачу, я вам раньше этого говорила, да, там перезаражали, карантин не соблюдали, соседями там чаи гоняли, поперли все быстро обращаться в больницы. И в связи с этим очень много жандармерии полицейских, которые в провинции работают, их называют жандармерия, они патрулируют, в общем, в деревнях, в маленьких городах в провинции, на дачах, очень много полиции ездят, патрулируют, смотрят туда, нагнали полицейских, чтобы это все контролировать. Думали люди, как бы скрыться, уйти от этого, но не выходят. По поводу спорта, у нас не в открытую, не запрещено заниматься спортом, раз в день там выйти, побегать, но нежелательно. Если ты это будешь делать, именно в Стамбуле, полицейские будут подходить, просить, упрашивать, если будет сопротивление, забирают в участок, выписывают штраф, штраф 150 лир, если ты там вот стар или ребенок, но вообще крайний штраф это 3000 лир, это 30 тысяч рублей. Еще что, у меня район, это соблюдение карантина зависит от культуры людей, от их мозгов, и не только их там страха, уважения других людей и страха заразить кого-то, быть разносчиком этой заразы, хотя ты сам не болеешь. Место, в котором я живу, у нас все соблюдают, у нас все нафиг вымерло, только люди бывают в магазинах, все соблюдают дистанцию, с этим проблем вообще нет. Но я бывала уже в центре города, мы с мужем ездили по делам на машине, есть люди на остановках, потому что люди некоторые ходят на работу, не все ходят в масках, и у нас новое распоряжение несколько дней назад вышло, крупные, вообще в принципе, публичные места и магазины, вправе не обслуживать клиентов, выгонять, просить их уйти, если на тебе нет маски. Перчатки не супер обязательны, но маски обязательны теперь всем, чтобы прям вообще, никто не был даже разносчиком, зараза. В интернете у нас, я вижу дискуссии, вообще-то сейчас немножко отдельно будет, люди не понимают, про маски ВОЗ одну информацию дал, а вот в странах некоторых просят вообще и без масок не выходить в общественные места и все прочее, и люди вот спорят, а где правда? Правда такая, что мы подчиняем сейчас букве закона, и да, у нас вообще маски обязательно в общественных местах, в магазины реально не опускают без маски, просят выйти, и все это прекрасно понимают, никто не спорит, там не ругается, и вообще проблем нет, я с этим много уже столкнулась, я когда хожу с продуктами, я каждый раз просто вижу такое, что да, и всегда маски так, не просят именно такие защитные, можно накрыть лицо шарфом, просто прикрыть лицо, чтобы ты там не плевался, не чихался и не распространял, если ты болеешь, вот, короче, у нас здесь в Турции маски обязательны, просто хотя бы предотвратить это все, короче, это тоже плюсы и минусы есть, можно говорить, это хорошо, это плохо, я все прекрасно понимаю, ни с кем не спорю, но закон у нас сейчас такой, мы должны его соблюдать, далее, муниципалитет стамбульский, у нас здесь бездомные люди есть, которые тоже могут быть переносчиком всяких зараз, естественно, им идти некуда, и дома они не могут посидеть, для них отвели стадион закрытый, то ли баскетбольный, то ли какое-то, в общем, спортивное заведение, место, им предложили, собирали всех бездомных в начале недели, просто эта тема потом как-то прошла сама с собой, это больше не поднималось, в общем, бездомным предложили бесплатно, естественно, их собрать в одном помещении, вот в этом спортивном зале, там у них там кровати поставят, трехразовое питание, душ, помыться, все это можно будет в спортивном комплексе, но условия, между собой, естественно, там общаются, но условия уходить оттуда до окончания карантина, будет нельзя, если люди отказываются, их силы не могут заставить к этому, это их выбор, они как бы остаются дальше жить на улице, но им теперь трудно существовать на улице, потому что фактически не работают, никто не подает денежку, не работают рестораны, где бы их там едой какой-то с кухней могли остатками накормить и все прочее, в общем, и стало очень трудно, также на территории Ени-Капы, это как бы огромная такая площадка, там иногда президент летом выступал, это не такая уж, кстати, старая какая-то постройка, это буквально год-полтора назад достроили это место, это, как бы правильно вам объяснить, кто был в Стамбуле, короче, у нас есть мармара, короче, под морем, под Босфором выход между Европой и Азией, да, вот этот проезд, тоннель-тоннель, вот, и где выходит этот тоннель на европейской части, там вот это и находится Ени-Капы, и там это огромная площадка, крытое, это выступления там всякие, проходят вот президенты, сборы там партии у них, и все прочее, митинги там бывают, в общем, такое место, короче, силы, образно, короче говоря, там планируют, если потребуется, будет, или уже сделан, я это точно не, я не могу просто, да, пойти посмотреть это, в новостях эту информацию особо больше не усолили, то, что я слышала, в общем, на этой территории сделают временные госпитали, на, напомню, на две тысячи кроватей, которые потом, ну, как бы, разберут, когда все закончится, снимется карантин, продезинфицируют, все ликвидируют, также рассматривается территория старого нашего Ататюрка аэропорта, бывшего, потому что есть коммуникации, огромные площади, закрытые, все-все-все там есть, но это потом, так как еще он работает на доставку грузов самолетов, карго и частных лиц, то есть, короче, президент и всякие шишки прилетают через этот, скажем так, обсерватированный, как в обсервате находящийся старый наш аэропорт Ататюрка, он еще используется для посыла карго, почты, все-все-все, он работает, ну, чтобы, уж на крайняк, если совсем припрет, не будет места, то его тоже рассматривают как площадку для временного госпиталя, вообще по поводу неверенья, болеют ли люди и все прочее, вот, к сожалению, как бы не хотелось это констатировать, среди наших знакомых, есть люди, которые лежат в больнице, у которых подтвердился коронавирус, которые лежат в инфекции, в одиночных палатах, все это есть, все по-разному проходят, у кого-то есть знакомых, кто уже умер, это чистая правда, поэтому неверующим Фомам я хочу сказать, ну, в частности, в Турции, в Стамбуле, коронавирус действительно есть, то, что показывает по телевизору, все это правда, почему заниженные цифры, статистика и все прочее, почему в Америке такая высокая эта статистика, потому что там очень активно тестируют и выявляют картину, это течение болезни, чтобы быстрее найти, как ее лечить, чтобы знать течение этой болезни, да, все вот эти нюансы, чем больше мы выявим, скажем так, заболевших людей, тестов проведем, чем больше, тем больше, проще будет научным работникам воевать, изобретать по поводу этой заразы. В Турции количество тестов, ну, нормально, как скажем так, количество производят тестов, и, естественно, как и там на многих странах, не всем подряд их делают, а тесты делают только по определенному набору симптомов, которые есть у человека, чтобы, это деньги вообще, это деньги государственные, чтобы их не тратить направо, налево, и сейчас только мнительных людей, людей, которые, в принципе, с фобиями, да, по поводу смерти, по поводу жизни, фобии всякие есть, которые все готовы ломануться, пойти на тестирование, узнать, а было у меня коронавирус или нет. Поэтому потом планируется делать тесты по желанию, но на данный момент их количество ограничено, и деньги это делают по набору определенных симптомов. У меня был просто комментарий под видео, о том, что мы пришли, а тесты нам отказались делать, потому что у вас не было, наверное, определенного количества симптомов, по нужде, короче говоря, их делают. По поводу меня спрашивали кошки, собаки, сколько у вас же много животных на улицах, не переживайте, им ставят еду, у них всегда есть сухой корм, вода, и возле меня где-то рестораны, возле нашего дома, там директоры ресторанов что-то ставят, и еду не просто сухую, которые работают на вынос ресторана, на пакет-сервис, они ставят еду, которая у них остается, собаки упитанные, с них проблем нет. У них одна проблема, им скучно, людей вокруг нет, и они поэтому ходят ко всем ластиться, кто мимо проходит, лишь бы там хвостиком полотили, на кого-то погавкать, не дай бог проедет какая-то машина в тысячу лет, они бегут быстрее на нее все гавкают, у нас вот в окружении, собаки себя так ведут, им просто тупо скучно, так что за животных в Стамбуле не переживайте, их подкормлю, все в порядке. По поводу строговки, меня спрашивали, лечат здесь всех, не надо быть гражданином Турции, можно туристом, короче, хоть кого лечат, потому что это все лечение по короне, оплачивает, я говорю как по протоколу, по документам должно быть, как на деле, комментарии бывают разные, и я их абсолютно не отвергаю, не спорю с ними, есть ситуации разные. Короче, как должно быть, вы приходите, обращаетесь в любую больницу, неважно частная или государственная, вам делается тест, если у вас подтверждается коронавирус, тест положительный, вас кладут в инфекцию, в одиночную палату, начинают лечить. Статистики уже говорили, что один человек разносит заболевшее, на 16 человек заражает вокруг себя, поконтактировать. Главное, Турции здесь направлено на выявление вот этих связей, чтобы изолировать не только заболевшего человека, и его родственник в ближайший круг, всех-всех, с кем он либо работал, как-то контактировал, всех стараются выявить. Так вот, тест у вас на корону положительный, с этого момента государство оплачивает счет, который вам выставляет, например, частная клиника, если вы обратились в частную. Если частная клиника отказывается, то вы должны обратиться тут же, там есть горячая линия здравоохранения Турции, обращаться, эти вопросы они должны решать. Далее, клиники, естественно, хотят избегать этого. Частные страховки отказались выплачивать корону, потому что государство берет на себя, я тут скажу так, ответственность, и решает эти проблемы. Частные страховки, медицинские, отказались официально, там отписки были, скандалы были, они не оплачивают корону. Но если вы обратились в больницу, там с ОРВИ, например, а корона, тест у вас был негативный, отрицательный, вы просто лечитесь, как обычная ОРВИ и все прочее. Если в частной клинике, вы сами все это оплачиваете по страховке, которая у вас есть. А если корона положительна, то это оплачивает государство. Вот так по документам, по информации должно быть. Но случаи я уже видела в интернете, люди жалуют, да, клиники стараются, тесты там меньше, ну скажем так, не выявлять, или типа недостаточно у вас симптомов на этот тест. Что-то, короче говоря, чтобы корона это не подтверждала, чтобы этот тест был страховой, чтобы ваше заболевание было страховой, они получили денежку, а не от государства вас лечила. Вот. Это такая ситуация, но принимают всех больных. Потому что Турция, на данный момент, их политика такая, что надо быстрее всех изолировать, вылечить, и здоровых отпустить домой. Еще была такая ситуация, что аэропорт Сабиха, который находится в азиатской части у нас Стамбула, он был закрыт, и там 300 человек остались, работников на улице, и, конечно, зарплаты ничего, просто закрыли, потому что полетов нет, работает только аэропорт Стамбул, который в европейской части, и эти 300 людей вышли на митинг, на протесты, их разгоняла полиция, потому что это скопление людей, кто-то может, естественно, быть переносчиком вируса, и, короче, были такие столкновения у нас, показывали это все по телевизору. Естественно, тяжелых больных с температурой, либо с легкими, их оставляют в больницах, но кто в очень легкой форме, чисто пщих, ничего не болит, жалоб особо нет, их отправляют, кстати, здесь тоже домой, как и везде в Европе, чтобы они места не занимали. Ну, а мне то, что не нравится в Турции, по статистике, вы можете все это на официальном сайте, там, ковид-статистик посмотреть, число людей, находящихся в тяжелом состоянии, оно очень большое, это как в Германии, такое же число, я вот на днях смотрела, очень похоже, со странами, которые там в пятерке, в шестерке топовые по миру, по смертности, по заболеваниям, и количество тяжелобольных, по статистике, в Турции тоже еще в Истоке, вчера вот полторы тысячи было больных, которые в тяжелом состоянии находятся, и там, кто в тяжелом состоянии, уже, конечно, 50 на 50, выздоровеет этот человек или нет, короче, это реально тяжелый случай, это, конечно, печально, говорит о том, что в будущем у нас все, скажем так, статистика будет еще идти, по смертности, я, что хочу сказать, я прошу вас, пожалуйста, не писать мне под этим видео вообще нигде, я не хочу с вами ругаться и спорить о вселенском заговоре, о том, что коронавируса нет, и все вот это, вот это бреду, которое происходит в интернете, российском, в частности, на данный момент, я, почему прошу, я, у меня одна девушка писала, я перед ней хочу сейчас вот извиниться, честно, потому что я с ней вступила в споры, так как блогера, я должна была промолчать, не реагировать, но я реагирую, потому что я в этом лично, скажем так, замешана, я в этом живу, я все это вижу, и когда ты человек, у которого есть родственники, которые болеют, знакомые, которые умирают от этой болезни, читать в интернете, что это все огромный фейк, нас как тупых баранов загнали домой и используют, и все прочее, это обидно до глубины души, хочется сказать, пока вот в твоей семье это не произойдет, ты не перестанешь так размышлять, говорить, ну, короче, вы понимаете, поэтому я прошу со мной не спорить, и вот эту правду мне не навешивать, потому что у нас ситуации по карантину, мягкости его, и жертвам очень разные, у вас нет этого настроения, слава богу, я очень рада, что на моей родине помягче с этим все происходит, да, а здесь у нас все по жести, похуже, конечно, не такая жесть, как в других странах Европы, но все равно мало приятного, и я вот лично душу за эти люди переживаю, и, в общем, не важно, не об этом сейчас, так вот, я просто тем, кто верит в теорию большого заговора, просто хочу вот что вам сказать, пожалуйста, так как у вас находится сейчас очень много свободного времени, кто на карантине сидеть дома, не надо сидеть и выискивать, быть Шерлоком, вот это все обсуждать, обмусоливать, у вас, эта тема дается людям, чтобы люди меньше думали, им чем-то нужно засорять мозг, потому что очень много погибшего среднего, малого бизнеса, чтобы у вас не возникали вопросы, а почему у вас зарплаты нет, или зарплаты будут мизерными, и где, собственно, какие-то выплаты, компенсации от государства, чтобы вы им не задавали лишних вопросов, поэтому теория о вселенском заговоре, да, она имеет место быть, вы не обсуждаете ее, но самое, что, скажем так, в Турции о вселенском заговоре в интернете вы можете видеть, ну, 10% людей, есть люди просто всегда сомневающиеся, которые что-то подозревают, это нормально, а в России это 50 на 50, а то и больше, ну, потому что у вас ситуация другая, вы не видите этих смертей, такого огромного числа заболевших людей, вам кажется, что да, что-то, блин, здесь вранье какое-то, ну, и в конце концов, это в принципе просто лакмусовая бумажка, недоверие, недоверие между народом, людьми, населением и властью, вы просто привыкли, что вас постоянно обманывают и дурят, и вы этого ждете в очередной раз, да плюс еще сложили ответственность на регионы, у каждого разная ответственность, в каждом регионе разная мягкость и жесткость этого карантина, кто-то работает, кто-то нет, и вам, я так скажу от себя, не только вам, во всем мире, это вся ситуация, испытания, как гражданам, да, в социуме, это повод обратить внимание на то, как к нам относятся слуги народа, как они общаются с народом, как они его любят, заботятся и что-то компенсируют, а что-то нет, вот вам лакмусовая бумажка нашей жизни, как в какой стране с этим справляются, заботятся о своих людях, потому что человек это ресурс государства, нет человека, нет государства и нет налогоплательщиков, все, государства без граждан, без людей не существует, вот так вот, это мое отступление на эту тему, по поводу еще последнее скажу, официальное заявление было мэра города Хаттай в Турции, у него медицинское образование, он в прошлом медик-врач, официально в интернете, он писал в твиттере, было также о том, что это официальный человек в стране, то есть они просто там сплетни какие-то, он уже официально заявляет о том, что да, в январе уже в Турции был коронавирус, многие этим болели, то, что вот я, мой ребенок, мой муж, мы все переболели, очень-очень тяжело у меня болел ребенок, это просто, я знаю, что я уверена на миллион процентов, что у нас было это, и он также сказал о том, что они сравнивали статистику смертности за прошлый год этого периода и сейчас, и много было статистика по старикам от пневмонии, вирусной, собственно, отчего многие-то от осложнения, которого умирает, просто, тогда не было тестов на коронавирус, мы не знали слова коронавирус, он был только в Китае, и вот если анализировать январь, когда мы болели, конец января, в то время уже у нас в Стамбуле были зарегистрированы три китайских туриста, которые были с короной, куда они делись, вылечились, что с ними стало, они обращались в больницу в инфекцию их клали, инфекцию закрывали и санитарии, дезинфекционные работы были во всей больнице из-за трех человек этих, куда они делись, что случилось, мы не знали, информации больше никакой в интернете не было, выписывались они, нет, ничего не понятно, короче, они исчезли, скажем так, так вот сейчас-то все это течение болезни, распространение, я прекрасно понимаю, что когда было три человека, как один заражает 16, то естественно мы в январе уже здесь многие болели, все это было, еще может быть в России тоже говорят вам, что очень много было пневмонии вирусной, случаев люди болели, поэтому вполне возможно, что да, и вы в январе тоже переболели, у меня у подружки в России, вот после нас уже в феврале она болела ребенок, точно такие же симптомы, все абсолютно так же, как у его ребенка было, скорее всего это была корона, просто тупо тестов даже не существовало, их не было, так что я жду ваших комментариев, вопросы по этой теме, продолжаю спрашивать, будет ли вам интересно также раз в неделю, такой дайджест я собираю, о том, что у нас в Турции по новостям по короне происходит, жду ваших вопросов для нового видео, или вы, если сидите на карантине, чтобы вообще в принципе было интересно посмотреть на моем канале, спасибо за информацию, которую вы мне дадите, и за ваше внимание, жду ваших комментариев, скоро увидимся, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok,